Согласно преданиям, изобретение шелкопридения принадлежит жене легендарного желтого императора Хуан Ди, основоположника даосизма и предка всех китайцев. 14-летняя императрица Лэй Цзу пила чай по тутовым деревам, и к ней в пиалу упала с ветки белая куколка шелкопряда. Лэй Цзу попыталась выудить ее из чашки палочками и заметила, что под воздействием горячей воды клейкие вещества, скреплявшие волокна кокона, начали растворяться, и кокон начал разматываться. Императрице удалось вытянуть длинную мягкую нить, которую она показала своему супругу императору, а тот, будучи легендарным основателем наук и искусств, поручил ей изучить этот вопрос. И императрица начала собирать гусеницы шелкопряда, сажать тутовник, тутовник или тутовник. В указанном слове допускается ставить ударение либо на слог с буквой У, тутовник, либо на слог с буквой О, тутовник. Тутовник или тутовник. Сажать тутовник и прясть шелковую нить, из которой она начала ткать шелковые ткани на изобретенном ей уже ткацком станке. И теперь ее почитают как матерь тутового шелкопряда и богиня шелка. Так вот, сказки сказками, но самые старые образцы шелковых тканей, обнаруженные археологами, датируются временами еще более древними, чем время правления полулегендарного императора Хуан-Ди. Натуральный шелк, несмотря на свою мягкость и нежность, на удивление прочная ткань. Он, правда, боится прямого солнечного света и некоторых бактерий, но если поместить его в темное прохладное место, к примеру, в гробницу, то он может там пролежать почти бесконечное время. И самым старым образцам не меньше 4000 лет. Сохранились также иероглифические изображения шелкопряда и коконов на древнейших китайских гадальных костях. То есть шелк и его технологии древнее легенд. Шелк был с человечеством на протяжении долгого времени. Что же касается Китая, то там шелк стал частью национальной идентичности и особым опорным столпом цивилизации. Добро пожаловать в историю шелка. Историю живых покемонов, межкультурного обмена и промышленного шпионажа. В принципе шелковое волокно из коконов дикого тутового шелкопряда было известно во многих местах Евразии. Но именно в Китае искусство получения шелка было усовершенствовано и перешло на принципиально другой уровень. В незапамятные времена в Китае совершили технологический прорыв, которому практически нет равных. Там смогли одомашнить ни зверей, ни рыб и ни птиц. Они смогли одомашнить насекомых. Одомашнить насекомых людям удалось всего лишь дважды. Это сделали с пчелами и это сделали с тутовым шелкопрядом. А одомашнивание подразумевает выведение принципиально нового вида животного, который не существует в природе и не сможет существовать в природе без помощи людей. В случае тутовых шелкопрядов из энергичного бурого мотылька был выведен эдакий живой покемон невероятной мимимишности, не умеющий летать и с абсолютно слепыми бездомными глазами. Как и все бабочки, эти покемоны проходят стадию куколки. И вот в эту куколку свою они изволят превращаться внутри кокона, который они предварительно сплетают из очень тонкого и нежного волокна, представляющего собой фактически застывшую на воздухе слюну. Именно так. Гусеницы тутового шелкопряда, дорастая до 7 сантиметров, для чего им нужно съесть целые охапки листьев тутовника, начинают выплевывать вещество, состоящее из особых протеинов на воздухе твердеющих. При этом гусеница, правильнее по-русски называть ее шелковичной червь, хотя она и не червь, постоянно мотает головой и укладывает застывающую на воздухе слюну тонкой нитью, восьмерками. Вот таким образом. И из этой непрекращающейся, непрерывающейся нити, которая может растянуться до километра, а в некоторых случаях даже длиннее, она плетет мягкий белый кокон, в котором она собирается превращаться в бабочку. Так вот, в случае использования дикого шелка люди собирали уже опустевшие коконы, из которых уже вышли молодые мотыльки. И проблема была в том, что, выбираясь на волю, шелкопряд прогрызал кокон и рвал эту километровую нить на куски. Китайские же шелководы придумали, стараниями императлицы Лаи Цзо, погружать коконы в горячую воду. А эта процедура не только расклеивала волокна, но заодно еще и отправляла к праотцам находящуюся внутри личинку. И в результате волокно из кокона можно было смотать, не повреждая его. Весь километр тончайший, 8 раз тоньше человеческого волоса, нити, которую сразу же сплетали с несколькими другими волокнами, чтобы создать уже готовую для ткани пряжу. Так вот, тот факт, что волокно в нити не прерывалось километр, делало китайский шелк принципиально лучше, принципиально другим. Это касается, в принципе, не только шелка, но и всех любых тканей. Чем длиннее волокна ее составляющие, тем прочнее, равномернее и глаже получается нить и, соответственно, ткань из этой нити. Ткань из дикого шелка была красива и мягка, не спорю, но она не могла превзойти ткань из культивированного шелка по гладкости, блеску и прочности. И до изобретения искусственных пряж шелк был не только самой красивой, но и самой износостойкой материи. Когда хуну, кочевники из северных степей, прота-монголы, мои предки, начали беспокоить империю Хань, китайцы начали отгораживаться от них великой стеной и откупаться дарами. И эти лучшие конные воины человечества, всю жизнь жившие в седле и, подозревая, ни разу в жизни не мывшиеся, охотно принимали дань шелка. Не только потому, что в Китае к этому времени уже стало нормальным использовать шелк как валюту, шелком платили зарплаты чиновникам и военным, его приносили в дар соседним правителям, давали в приданное принцессам, но и потому, что они ценили шелк не как роскошное баловство и статусный символ, а за его боевые качества. Под кожаными доспехами хунские воины, все, не только начальники, но и рядовые, носили шелковые рубахи. Шелк не только очень гигиеничен, он гигроскопичен и мягок, и предотвращает натирание, но благодаря своей прочности он фактически играл роль дополнительного доспеха. Шелк в прямом смысле слова крепче металла. Шелковое волокно на разрыв крепче стальной нити такого же диаметра, если стреле или копью удавалось пробить кожаный доспех. Их острие, уже сильно потерявшее энергию в процессе, не могло проколоть шелковую ткань. Шелк не расходился, он вдавливался вместе с острием в тело, и даже если образовывалась рана, шелк не рвался и защищал ее от попадания инфекцией. Кроме того, шелк предохранял воинов от блох и вшей. Китай ревностно оберегал секрет получения своего замечательного шелка. Шелк становится статусным символом как в самой стране, так и за ее пределами, куда китайский шелк проникает по торговым путям, соединившим восток и запад. Все началось с того, что китайцы согласились обменивать шелк на небесных скокунов Центральной Азии, значительно превосходивших кургузов китайских лошадок. Но потом империя обнаружила, что на запад от них можно найти и другие замечательные сокровища, которых нет в Поднебесной, и которые тамошнее население охотно обменивало на китайскую шелковую ткань. И постепенно из больших городов Китая сначала по императорской дороге до Великой Стены, потом через оазисы пустыни Токламакан и по перевалам Памира, мимо Тяньшаня к Самарканду и Бухаре, а оттуда через Персию в Малую Азию к берегам Средиземного моря протягивается торговая магистраль длиной в 6500 километров, которая уже в конце 19 века будет названа Великим Шелковым Путем. Две грандиозные империи древнего мира, Римская на западе и Хань на востоке, расширяясь, постепенно сближаются, но они никогда не коснутся друг друга. Тем не менее торговые отношения между ними будут обширны и интенсивны через посредничество многочисленных агентов, водивших караваны через Ближний Восток и Центральную Азию. Никто, кроме разве что Марко Поло, не проходил Великий Шелковый Путь целиком, из конца в конец. Купцы покупали и продавали товары и перевозили их на верблюдах и яках от города к городу, от оазиса в пустыне до другого оазиса, и товары переходили из рук в руки несколько раз, пока они в конце концов не достигали конечного потребителя. С востока на запад шли и драгоценности Китая. Шелк, нефрит, фарфор, бронзовые зеркала. В обратную сторону отправляли миру и ладан, стекло и финики, и замечательные красители, которых на востоке не было. Пурпур, шафран и некоторые другие, которыми китайцы красили свой шелк. Но несмотря на то, что этот коммерческий коридор был назван шелковым путем в честь самого знаменитого, самого дорогого и скандального товара, по историческому воздействию на развитие западной цивилизации, никакой импорт из Китая не дал такого эффекта, какие дали три вещи. Бумага, порох и чума. Китайцы так тщательно скрывали секреты производства своих товаров, что долгое время европейцы понятия не имели, как и из чего делается шелк. Догадывались только, что в его изготовлении каким-то образом используются деревья и называли его древесной шерстью. Кстати, если вы не в курсе, древние греки и римляне одевались практически исключительно в шерсть, даже жарким летом. Все эти драпировки, эти тоги, туники и пеплосы, которые вы видите на античных статуях, были сделаны из тонкой шерсти. Лен и хлопок были дорогими импортными тканями, использовались гораздо реже. Но шелк, невесомый китайский шелк, произвел в древнем Риме фурор, и вызвал моральные и материальные проблемы. Цена на шелк в Риме была очень высока, но спрос не уменьшался. Многие источники цитируют, что спрос римских граждан на импортный шелк был настолько велик, что он наносил ущерб экономике. А кроме того, я вижу одежду из шелка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, вообще можно назвать одеждой, так гундел философ-моралист и большой рабовладелец Синека. Несчастные служанки трудятся, чтобы потом распутницу можно было увидеть сквозь ее тонкое платье, так что любой проходимец может познакомиться с телом жены ничуть не хуже ее мужа. И с тех пор шелк периодически начнет упоминаться в законах против роскоши, которые и европейские, и азиатские правители разных рангов издают, чтобы сохранить кошельки и нравы своих подданных от полного краха. В отличие от технологий производства фарфора и чая, которые Китаю удалось удержать в секрете аж до 19 века, искусство производства шелка от них утекло сравнительно быстро, несмотря на то, что за разглашение этой тайны полагалась смертная казнь. И зная нравы древних китайцев, вероятно, не самым приятным способом. Первыми технологию выкрали японцы, им удалось это сделать еще в 4 веке нашей эры. Затем уже в 6 византийский император Юстиниан наплевал на христианские принципы и заслал в Китай двух промышленных шпионов под видом христианских миссионеров. Те мало того, что умудрились разузнать секреты разведения шелковичных червей, но и смогли вынести из Китая их яйца, техническое название грены, в своих полых посохах. И Византии удается развести собственный шелк, причем ткать шелк там уже умели, поскольку Византия импортировала из Китая не только готовые ткани, но и шелковую пряжу. Японцам же в свое время пришлось красть из Китая не только шелковичных червей и тутовые деревья, но еще и четырех девушек-ткачих, которые научили японцев ткать шелк. Потеря монополии была очень болезненной для Китая, и поставки шелка за рубеж прекратились почти на 300 лет. Европа и Ближний Восток начинают обходиться собственным шелком. История средневекового шелка осталась в языке в названиях тканей, к примеру, Дамасто или Дамаска. Этот тип ткани получил свое название от города Дамаска, византийского города, который после падения империи стал столицей халифата Амиядов. Шелк в Дамаске и продавали, и изготовляли. И теперь мы называем его именем Дамаст, тяжелую двустороннюю ткань с глянцевым рисунком, созданным саржевым переплетением по матовому фону. Мусульманский мир станет в раннее средневековье центром шелкового производства, развившим византийские технологии, византийские традиции узорного ткачества. Кааба покрыта не просто какой-то черной тряпкой, а лучшим шелком, на котором с золотом вышиты имена халифов. После начала крестовых походов методы производства шелка начали распространяться по Западной Европе. Как я уже упоминала в рассказе о венецианском стекле, войны и разграбления городов вынуждены мастеров перемещаться по миру, и они приносят секреты своего мастерства в другие города и страны, кто добровольно, а кто и под стражей. Благо производители шелка могли найти, легко найти себе покровителей среди высокопоставленных церковников, будь то христиане, буддисты или мусульмане, все князья церкви охотно поощряли производство роскошных тканей, которыми они украшали свои храмы и самих себя. Италия первая начнет массовое выращивание тутовника и производство христианского шелка. И к 13 веку она уже в значительной мере обеспечивает европейские нужды. Генуэзские мастера использовали прекрасный южно-итальянский шелк для производства великолепного бархата, этой главной роскошной ткани Ренессанса. Поскольку севернее, в континентальной Европе, выращивание шелковичного червя было трудно, то венецианские, генуэзские, а позже голландские купцы разводят из Италии по всей Европе как готовые ткани, так и шелковую пряжу. И хотя итальянские ткани ценились очень высоко и были отличного качества, в какой-то момент итальянская шелковая промышленность оказалась не в состоянии обеспечивать запросы французской моды, требовавшей более легких, более современных и желательно более дешевых тканей. Время парчи и бархата подходило к концу. Король Людовик XI беспокоился, что из-за экспорта дорогого итальянского шелка Франция вошла в торговый дисбаланс с Италией. Ежегодно Франция теряла сотни тысяч золотых IQ. И король энергично начал развивать собственное производство, наняв большое количество итальянских ткачей и отправив их в Лион организовывать и обучать местных мастеров. И вскоре Франция начнет сама производить шелковые ткани и добьется огромных успехов. В XVI веке французский Лион займет на шелковом рынке ту же нишу, которую раньше занимали Генуя и Флоренция. Получив уверенность в себе, а заодно и королевскую монополию, Лион начинает отходить от поднадоевших традиционных восточных мотивов и развивает свой собственный стиль, где акцент в рисунках ставится на пейзажах. И к XVII веку треть населения города будет работать в ткацкой промышленности. И в XVIII и XIX веках материалы туда уже будут привозиться не из-за рубежа, а из французского же Прованса, которому наконец удается развести своих шелковичных червей и свой тутовник. В Лионе родился человек, совершивший не просто замечательный технологический прорыв в ткацком производстве, но и подавший рабочую идею программируемых машин как таковых. То есть его изобретение было предтечей компьютеров. Его звали Жозеф Мари-Жаккар, и он в юности почувствовал на собственных плечах, как тяжелая и сложна работа ткача. Чтобы получать знаменитые узорные леонские шелка, ткачам приходилось целый день совершать кропотливую тонкую работу, требующую аккуратности, внимания и большой ловкости. Узоры на тканях выполнялись вручную. То есть ткач протягивал челнок с утковой нитью, аккуратно продевая его сквозь нужное количество нитей основы ряд за рядом. Работа кропотливая и утомительная. И неусидчивый Жаккард не смог вписаться в индустрию, хотя он и получил от отца в наследство мастерскую с двумя ткацкими станками. И он изобретает приладу к станку, которая сама укладывала ряды нитей основы в нужный рисунок, используя для этого перфокарты с дырочками. Я оставлю внизу ссылку на отличную мультипликацию музея Виктории Альберта, демонстрирующую, как собственно работал жаккардов станок. Грубо говоря, все нити основы крепились в нем за крючки к стержням, свободные концы которых прижимались к подаваемым сбоку перфокартам. И там, где в перфокарте были дырочки, стержни проходили свободно. А там, где дырочек не было, карта нажимала на них и стержни оттягивали за собой нити основы, пропуская уток через нужный паттерн. Император Наполеон лично осмотрит изобретение жаккарда, придет в восторг и наградит его пенсией в 3000 франков, а впоследствии изобретателя еще наградят крестом почетного легиона, а после его смерти ему поставят памятник в Леоне. Перфокарты жаккардового станка были прямыми предшественниками интерфейса современного компьютера. Компьютеры, программируемые с помощью перфокарт, были повсеместно распространены до конца 1970-х годов, когда им на смену придут терминалы с экранами и магнитные носители информации. Но в отличие от императора Наполеона и программистов будущего, станок жаккарда не привел восторг текстильных рабочих 19 века. Ткачи боялись, что программируемые станки вытеснят их с рынка рабочей силы, примерно как мы сейчас боимся, что искусственный интеллект заменит людей. И точно так же зря. Рабочим действительно пришлось переучиться, и появились новые профессии. Мастера, делающие паттерны, и перфокарты, и настройщики жаккардовых станков. Но количество рабочих мест не уменьшилось, и станков становилось больше и больше. Рабочие шелкоткатской индустрии, квалифицированные, высокооплачиваемые, уверенные в себе, стали одной из первых массовых организованных сил рабочего движения, которые начали вооруженную борьбу за свои права. Трижды ткачи Леона восставали. Они шли на баррикады, защищаясь от буржуев, пытавшихся манипулировать расценками поверх их голов. Трижды очередной французский император посылал регулярную армию приводить в подчинение взбунтовавшийся Леон, и второй по величине город Франции обстреливала правительственная артиллерия. Но шелкоткачество Франции будет уничтожено не бунтами рабочью, а эпидемией. В 1854 году чума тутового шелкопряда начала косить нежных покевонов, гибли как растения, так и сами насекомые. Луи Пастер бросился на помощь. Ему удалось доказать, что это заразная болезнь, и разработать методы контроля инфекции. Но французское шелковое производство уже не оправится. А открытие Суэского канала упростит и удешевит импорт шелка с востока, где Япония и Китай встряхнутся, примут на вооружение европейский опыт и снова возьмут первенство в своем традиционном искусстве. Затухание европейского производства шелка сыграло свою роль также и то, что в 19 веке новый правящий класс, буржуазия, перестанет сходить с ума от шелка, как это делали аристократы прошлого. Мужской отказ, это концептуальное изменение мужской моды, произошедшее в 19 веке, практически сократит вдвое потребителей шелковой одежды. Мужчины, даже самые богатые, перестанут носить шелка и запакуются в черное сукно. Но где шелк не оставит свои позиции, так это в армии. Белые шелковые шарфы на пилотах мировых войн надеты не для форсу. Пилотам приходилось интенсивно вертеть головой, чтобы не пускать из виду самолеты противника, и шелковые шарфы позволяли им не натирать шею и воротник куртки. А если что-то пошло не так, и летчику приходилось спасаться из подбитого самолета, его жизнь спасал парашют из шелка, потому что не было тканей прочнее, плотнее и легче. Кстати, именно войны и прекращение поставок натурального шелка из Японии и Китая вынудили европейцев и американцев интенсифицировать разработки искусственных заменителей натурального шелка. И так были изобретены синтетические ткани, от которых мы сейчас не знаем, как избавиться. Потому что нейлон, безусловно, обладал прекрасными техническими характеристиками, и чулки из него были куда дешевле, чем настоящие шелковые. Но синтетике так и не удалось полностью вытеснить натуральный шелк ни на рынке, ни в наших сердцах. Есть в слюне смешного покемона многое, чего пока не удалось точно имитировать на химическом заводе. Я это вам говорю как большой фанат. Для искусственных шелков есть место в нашей жизни. Но ничто не заменит натуральный шелк. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает его через бусте и патреон. Всего вам доброго. До свидания.